Можно ли предвидеть сильный импульс цены заранее и открыть сделку буквально в самом начале, так, чтобы принять участие в хорошем движении и заработать? Да, можно. И для этого вам понадобится соблюдать несколько простых правил, о которых сейчас расскажу. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Попробуем выяснить, что спровоцировало импульс и для этого посмотрим, как он возникает. Обратите внимание, что перед тем, как сильно вырасти, цена некоторое время упиралась в уровень сопротивления, формируя флаг. Посмотрим, что это за уровень. Для этого пометим место формирования флага вертикальной меткой. Сопротивление отметим горизонтальным уровнем. Отлично. Теперь осталось выяснить, что такого было в прошлом, что вызвало сопротивление сейчас. Для этого перейдем на старший таймфрейм. Вот теперь стало понятно, что прежде чем резко идти вверх, цена уперлась в сопротивление со старшего таймфрейма. Таким образом, мы можем сформулировать первый признак возникновения импульса. На тренде вверх цена встречает большого продавца или уровень сопротивления, а на тренде вниз поддержку или большого покупателя. Итак, запомним первое правило. Цена должна упереться в уровень и чем уровень сильнее, тем вероятнее после пробоя будет импульс. Это важно, но для того, чтобы войти в сильный импульс, первого правила недостаточно. Возвращаемся к примеру. Для того, чтобы пробой флага привел к импульсу, необходим тренд. В данном случае хорошо виден восходящий тренд, но до этого на старшем таймфрейме видели снижение. Сейчас подробно по шагам разберем, как понять, в какой момент тенденция поменялась. То, что скажу, очень важно для анализа поведения цены. Поэтому, чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. Мы с вами рассматриваем историю до импульса. Поэтому я оставил метку и уровень на графике старшего таймфрейма. Что видим? Цена формирует локальный минимум и пробивает линию тренда. Дальше происходит очень важный момент. Цена не идет ниже текущего локального минимума и формирует минимум выше локального. Все это в месте серьезный сигнал ослабления тренда вниз. После чего формируются новые минимумы. Обратите внимание, каждый новый выше предыдущего. Ключевые максимумы тоже раз за разом обновляются. Таким образом, для тренда на младшем таймфрейме есть серьезные основания. Поэтому второе условие звучит так. Для сильного импульса необходимо трендовое движение цены. Это очень важный принцип, но его недостаточно, чтобы раз за разом входить в длительное движение. Поэтому нам дополнительно понадобится третий принцип. Чтобы понять его суть, разберемся, что стоит за сильным импульсом. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, выставляя селлимит. Кто-то планирует открыть короткую, также выставляя селлимит. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена идет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде, который привлечет покупателей. Они будут выставлять свои заявки buy limit. Если на максимуме скопилось много заявок селлимит, тогда цена не сможет преодолеть уровень и тогда начнут активироваться рыночные продавцы. И они погонят цену вниз. Когда цена достигнет последнего очевидного минимума, она опять столкнется с заявкой buy limit и остановится, после чего активируются рыночные покупатели. И они вновь загонят цену вверх. Продавцы и покупатели некоторое время будут перетягивать канат. В процессе чего выше и ниже границ флага сформируются зоны заявок. Stop loss, buy stop и sell stop. В какой-то момент возобновится давление рыночных покупателей. Они поднимут цену вверх, но заявки селлимит к этому моменту сильно истощатся и они не смогут сдерживать натиск покупателей. И тогда цена войдет в зону заявок buy stop и stop loss, что приведет к быстрому и значительному усилению движения вверх. Если использовать то, что сейчас узнали, какой можно сделать вывод? Верно. Для сильного импульса нужно, чтобы как можно больше накопилось заявок buy stop и stop loss. А для этого что нужно? Ответ очевиден. Время. Поэтому признаком сильного импульса будет длительность формирования флага. Чем дольше формируется диапазон, тем больше трейдеров примут решение участвовать в сделке. Кто-то откроет позицию, кто-то будет ждать, выставив заявку. И когда цена пойдет вверх, эти заявки начнут активно исполняться, как рыночные, тем самым создавая импульс. Это три базовых правила, но есть еще важные моменты, о котором хочу рассказать. Если посмотрите на этот график, то все без труда узнают фигуру треугольника. Уберем все лишнее и оставим только суть. Убираем наклонную линию поддержки, убираем сформированный треугольник и мы остались один на один с графиком, не зная будущего. Согласитесь, это уже совсем другая история. Представьте себя на месте трейдера, который оказался в подобной ситуации. Что думаете? Наверное скажете, есть понятный уровень, цена росла и можно попробовать войти в разворот тенденции. Верно? Да, так подумает большинство неискушенных трейдеров. Расчет будет простой – войти от уровня и получить профит у поддержки. Этот расчет воплотится в сделку, цена идет к уровню и дает возможность войти. А теперь вопрос. Многие ли из вас в такой ситуации согласятся закрыть свою сделку, увидев намечающийся треугольник? Что-то подсказывает, что так поступят немногие. Тем самым, в моменту, когда цена будет прижата к сопротивлению, выше уровня будет много стопов. Так треугольник вовлекает в сделки большое количество трейдеров, не давая им выйти, поэтому после его пробоя формируется сильный импульс. А теперь о том, как войти в самом начале этого движения. Ведь чем раньше вошли, тем больше прибыли. В случае, когда цена резко ускоряется, редко возникает откат. Поэтому входим в сделку только на пробой уровня. Стоп ставим за минимум диапазона или за пробитый уровень. С треугольником та же история. Входим на пробой, стоп за минимум начало формирования фигуры или за уровень. Вы спросите, что делать, если сильный импульс резко разворачивается и прибыль на глазах тает? Для этого у меня, для вас есть хороший прием, который не раз спасет в подобных ситуациях. Но об этом после короткого предупреждения о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Увидев признаки формирования импульса и соблюдая правила из этого видео, вы вошли в сделку. Вы все сделали правильно и позиция приносит хорошую прибыль. Но как только цена показала слабость при снижении, вы от входа до минимума оцениваете пройденный диапазон и говорите себе «Я не имею права потерять больше половины текущей прибыли». Поэтому, как только цена идет выше 50%, закрываете сделку без сожаления. И теперь, даже когда цена пойдет против вас, вы, вооруженные правилом, при любых обстоятельствах больше половины не отдавать, будете чувствовать себя уверенно. В самой непростой ситуации. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите в комментариях, что нового вы узнали из видео, подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!